Почему же гитаристы не понимают укулельную логику? Где же брать мотивацию и вдохнуть новую жизнь, если ты давным-давно играешь на укулельки? Ну а также, откуда брать нижние ноты и звучать более басовее? Обо всем этом сейчас расскажу. Дарья, объясни! На все эти вопросы я могу дать ответ всего лишь одной фразой, и это low-g. Однако, вы, скорее всего, сейчас вообще не поняли, о чем идет речь, поэтому обо всем по порядку. Когда ты покупаешь укулельку, вне зависимости какого вида, это сопранка, концерт или тендер, все они звучат одинаково. Но так как за каждой струной закреплена какая-то нота-буква, то по-другому можно сказать, они звучат как A, E, C, G. И вот как раз с этой четвертой нотой, которая самая ближайшая к нам, по-другому это называется соль, и состоит весь прикол. В стандартном строе укулельки она звучит в этом же самом диапазоне ноточек, что и остальные три струны. То есть, скажем так, в одной октаве. Но я не буду вас пугать сейчас всей этой музыкальной терминологией, скажу, что вот эта четвертая нотка соль звучит в этом же самом отрезке, что и остальные три струны. И получается И опа, верхняя струна, она высокая, и по-другому ее называют высокая соль, хайт G. И вот как раз эта четвертая соль состоит весь прикол. Потому что, во-первых, она наглядно можно увидеть тоньше, чем третья струна. И многие новички, которые никогда до этого не держали укулили в руки и не занимались музыкой, задаются вопросом «Даша, это что, меня обманули? Почему четвертая струна тоньше третьей? Как же так? Такого быть не должно!» Но почему же мы думаем, что так быть не должно? Здесь на самом деле работает гитарная логика. Потому что у них есть некое правило. Чем выше ты забираешься по стрункам, тем ниже они звучат. То есть, по идее, и должна быть басовая какая-то нота, типа, а звучит... И вот благодаря вот этой высокой ноте соль, по-другому хай-джи, и получается укулельный колорит, укулельный окрас. И как раз вот этот строй с хай-джи, с высокой ноткой соль, образует следующий диапазон нот. Именно эти ноты мы можем использовать в аккордах, в аранжировках и так далее. Но! Звучание инструмента может не останавливаться на этом строе, и вы можете его поменять. И вот как раз сегодня мы этим будем заниматься. Мы поставим лоуджи, по-другому низкую ноту соль, которая будет звучать в октаву. Проще говоря, мы делаем басовую четвертую струну, и тем самым расширяем диапазон звучания укулельки. Даже сейчас вы видите на картинке, что у нас добавились новые басовые нотки, как раз которые и расширили диапазон звучания инструмента. Ну а как же поставить такой строй, его настроить, и при этом как это все будет звучать? Сейчас и будем разбираться. Дарья, объясни! Но тут возникает новая задача, откуда же мне, собственно, взять эту струну лоуджи. И существует несколько вариантов. Первый, вы можете купить эту одну струну отдельно, причем она может быть такой нейлоновой, какая обычная ваша струна, но просто чуть толще. Или быть в оплетке. Не пугайтесь, это не металлическая струна, внутри там такой же обычный наконечник, не металлический, просто ее как бы мотали сверху, скажем так, некой проволокой, чтобы был прям такой бас и ай-на-не. Но также есть вариант купить просто сразу полноценный комплект струн с этой как раз струной лоуджи. Будьте, пожалуйста, внимательны, когда вы выбираете комплекты, там прям на упаковке, прям вот на строе должно написано, что это лоуджи четвертая струна. Потому что вы можете быть невнимательны, и по итогу вы купите точно такой же комплект струн с таким же струем, который у вас был до этого. Смысл, если вы хотели взять что-то новенькое. Поэтому при покупке будьте внимательны. Ну а на свою укулельку-концерт я буду ставить комплект струна Тернибол. Это, кстати, прикольные струны тем, что у них наконечник сделан в виде кружочка. Сейчас наглядно все покажу. Ну а заодно напомню, что такие струны или любой другой аксессуар к вашему инструменту вы можете приобрести в магазинах Динатон и Укулилицентр. А по моему промокоду TIRPITCH21 будет действовать скидка. Так что пользуйтесь. Дарья, объясни. И для такого хорошего варианта замены струн мне понадобится сам инструмент, струна, которую я буду менять. Также у меня есть очень интересная штука, называется машинка 3 в 1. С ней очень удобно, во-первых, раскручивать и закручивать колки, убирать излишки струн. А у кого струнный держатель с стулками, то есть такие бабышки, я сейчас картинку вам прикреплю, то очень удобно их не ломая, при этом вытаскивать. Если у вас нет такой штуки, то ничего страшного, можете использовать просто обычные щипцы для ногтей или ножницы. Работаем с тем, что есть. Ну и также заодно я решила немножко поухаживать за инструментом, поэтому буду использовать лимонное масло. Лимонное масло, оно помогает, во-первых, напитать деревянную накладку, если у вас инструмент из дерева, если у вас инструмент не из дерева, можете это не использовать, все окей. Но само по себе лимонное масло, оно, во-первых, обеззараживает, убирает грязь, также напитывает, как я уже сказала, дерево, ну и придает блеск. Также нам понадобится какая-нибудь тряпочка для пыли и телефон, по которому мы будем настраивать наш инструмент. И первое, с чего мы начнем, это я раскручу колки и уберу старый комплект струн. Как вы видите, струны я уже отвязала и пару уточняющих моментов, которые вам нужно учесть и не забыть. Во-первых, на многих моделях укулелек верхний и нижний порожек его не вклеивают. Когда вы ваши струны от натяжения убрали, он начинает восходить ходуном. В моей модели они вклеены, так что все good, но если получается так, что ваша укулелька как раз входит в то число, где не вклеили порожки, будьте внимательны, положите их где-то рядом, пока вы будете ухаживать за инструментом, чтобы их не потерять. Также обратите внимание на вот эту штуку, называется бридж или струнодержатель. Она бывает разных вариаций, но с прорезями, без прорезей, с разными креплениями. Посмотрите внимательно, что у вас запит. Это тоже очень важно, чтобы понимать, как вы, в принципе, будете крепить струны. Пожалуйста, вы можете сфотографировать, как у вас крепилось первоначально на заводе, чтобы примерно то же самое сделать потом самостоятельно. И как у меня закреплено на укулельках и, в принципе, во многих моделях фирмы Flight, это когда у нас берутся струны и все заводятся за первую струну. Самый простой, самый универсальный вариант. Но не обязательно так крепить, можно крепить каждую струну отдельно. Поэтому, пожалуйста, смотрите, что у вас за вид струн, с бабышкой они или не с бабышкой. Вот сейчас покажу, что я имею в виду. Для начала вот это я все уберу. Мне оно уже больше не пригодится. Может быть, пойду рыбу ловить в качестве лески буду использовать. Но так как я сняла струну с укулельки, самое время немного за ней поухаживать. Во-первых, вы можете взять чуть, повторяю, чуть намоченную тряпочку и убрать остатки пыли какой-то. И немного поработать с грифом, потому что гриф сам по себе самая частая вещь, что мы там играем. И далее идет вход в наше лимонное масло. Можно сразу капнуть на тряпочку и растереть, дать какое-то время ему впитаться и потом остатки масла брать тряпочкой. И вы сразу увидите результат до-после, потому что инструмент из дерева это все-таки живой инструмент. Оно очень прихотливо в уходе и вот это как раз такие проявления ухода. Ну а пока наша укулелька чилит, хочу сообщить о том, что я выпустила полноценную укулеле-книгу «Укулеле по шагам», где вы можете найти более подробную информацию, какие же все-таки бывают струны, виды держателей и что существует помимо строя обычного хайджи и лоуджи. Все полезные ссылки оставила в описании, так что вы знаете, что делать. Убираем остатки масла и в принципе уже сейчас можно увидеть результат, насколько у нас стал гриф более насыщенным, то есть не таким блеклым, как было до этого. Теперь у нас идет самый интересный этап. Мы берем наш комплект струн. Каждая струнка у нас находится в отдельном отсеке и даже есть инструкция. Вот как раз тут-то показано, какие бывают вины струн-нодержатели и как вы можете это все закреплять. В чем преимущество данных струн от Эрнибол? В том, что у каждой струны, то есть ее не нужно как-то дополнительно закручивать, заматывать, у него есть вот такая вот бабушка наконечники струны. Вот, пожалуйста. То есть я сейчас возьму, просто-напросто продену каждую струну в свой отсек в нужном порядке и просунуть в колковой механизм. Струна держится благодаря вот этому наконечнику. Струну я закрепила на порожке. Что же делать теперь с левой стороны с этими короненькими? Нам сейчас нужно будет намотать и тем самым закрепить струну на колковом механизме. Можно еще дополнительно взять какую-то струну. Допустим, давайте на первую покажу. По сути, это можно было сделать прям по ходу, когда вы просовываете какую-то струну и можно сразу закрепить. Но я решила попозже вам это показать. Что я могу сделать? Кончик вот этой вот струны продеваю еще раз внутрь вот этого ушка, как бы беру из-за важен. У меня получается, что в этом колковом механизме у меня есть как бы прорезь, куда я уже поставила струну. И я еще дополнительно туда могу просунуть, вот, и тем самым ее закрепить и уже наматывать на нужную мне ноту. В принципе, вы можете это делать, можете не делать. По сути, струна у вас все равно будет держаться, она у вас не лопнет, все окей, все good. Ну, давайте для пущей надежности я это проверну. То есть, каждую струну продену дополнительно в ушко. Вот таким вот образом сейчас это у меня все выглядит. Теперь моя задача настроить каждую струну на нужную высоту. И обратите внимание, что первая и вторая струны натягиваются на себя. То есть, мы колок будем крутить на себя, тем самым струна становится по звучанию выше. А третья и четвертая струны настраиваются, натягиваются от себя. То есть, вот они как бы идут вот в таком вот направлении. Струны я более-менее натянула. Конечно, они сейчас еще не звучат в нашем строе, звучат какие-то тюрские мотивы. Но уже что-то есть. Давайте я немножко подкорачиваю эти спагеттинки, потому что не очень удобно с ними настраивать. Далее берем ваш смартфон, скачиваем любое приложение по настройке. Я сама пользуюсь гитатюна. И в нем как раз и будем работать. Но ситуация следующая, что это приложение, оно максимально стандартное. То есть, оно просчитывает за вас все эти ноты. Вот даже сейчас я с вами говорю, оно что-то находит в моем голосе. Оно стандартное с хай-джи. Но у нас же с вами лоуджи, да, то есть струна четвертая будет звучать на октаву ниже. Что мы для этого будем делать? Поэтому нижние три струны, то есть первая, вторая, третья, мы будем настраивать стандартным. Мы будем настраивать по вот такому шаблону укулеле. А далее, чтобы настроить четвертую струну, мы перейдем с вами в настройки. Тут прям показано укулеле стандарт, я нажимаю на нее. И выбираем стандартную шестиструнную гитару. И тогда вот уже благодаря этой штуке мы сможем настроить по третьей струне, в которой написано G, нашу четвертую струну укулельную. Ну а теперь мы посмотрим, как это будет выглядеть в действии. И в принципе, наша укулелька стала звучать следующим строем. То есть на октаву ниже, вот это звучит нотка соли, получилась у нас с вами лоджи. Конечно, это не окончательный вариант, струны сейчас будут расстраиваться первое время, поэтому если вы меняете на новый строй, или в принципе поменяли струны, настраивайте и проверяйте строй как можно чаще, потому что, повторюсь еще раз, струны, они очень гибкие, они очень мягкие, им нужно растянуться, чтобы держать строй всегда систематически один и тот же. Обычно в среднем на это уходит неделька-две, в зависимости от вашей интенсивности игры. Ну и напоследок я сейчас до конца укорочу вот эти вот спагеттинки, и мы с вами сравним, есть ли разница звучания одной и той же мелодии в двух строях с хай-джи и с лоу-джи. И для чистоты сравнения я взяла две очень похожие между собой укулельки. Первая это Flight Duke 323 SEO, это укулелька-концерт со стандартным строем хай-джи, в котором мы привыкли с вами играть. А вторая, на которую мы сейчас только что поставили лоу-джи, и это тоже Flight Concert Duke 380 Tapas. То есть это обе деревянные укулельки, обе концерт, но с разной струной джи. И вот сейчас, как раз на примере одного и того же произведения, мы услышим их разницу звучания. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок 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 Дарья, объясни... И как итог, какие же есть недостатки и преимущества строя лоу-джи? Пожалуй, начну как раз с плюсов. В принципе, самый главный плюс это расширение вашего диапазона укулельки, то есть теперь у вас есть полноценный звук, звук вот этого баса, но однако в это же время может быть и минусом, потому что пропадает вот эта вот укулельная колористика, вот эта вот укулельная гармония, вот этот вот укулельный вайб за счет того, что у нас появились нижние ноты. Ну и в принципе это какое-то новое звучание, потому что по сути своей у вас нижние три струны остались точно такими же, однако одна струна может решить много. И лично по мне очень прикольное преимущество то, что когда вы играете какие-то фингерсталл произведения, какие-то щенками, дополнительный шелчок звучания происходит от вот этой вот струны. Но вот честно, я не могу сказать точно, это будет на всех струнах лоу-джи, то есть будет ли это звучать и с нейлоновой струной, у меня просто струна в оплетке, то есть это дополнительный звук такой металлический, можно услышать. Но как по мне, это тоже новая фишка, которая открылась благодаря перестройке струны. Кстати, с таким струем очень хорошо начинают звучать какие-то закрытые аккорды, аккорды с баррея, то есть появляется объем. Давайте сравним вот это на лоу-джи и то же самое на хай-джи. То есть тут как-то более игрушечное, да, более весело, там прям уже по басним. И в целом-то это новые прикольные ощущения, однако тут тоже можно найти свои недостатки. Как я уже сказала ранее, пропадает вот этот укулельный задор, то есть все звучит немножко уже серьезней. Начало звучать как-то гитарно. И если вы противник гитары, то для вас это может показаться недостатком, потому что если бы вы все-таки хотели звучать басово, то вы могли купить гиталели или гитару. Тут вот такой симбиоз уже происходит, и дело, конечно, ваше, касаемо диапазона и вот этих басовых нот. Следующий пунктик больше относится к ребятам, которые любят играть в фингер-стайл произведения, то есть инструментальные произведения с метальчиками. Так вот, будьте внимательны, потому что не все аранжировки, которые вы находите в интернете, могут подойти для лоу-джи. Чаще всего аранжировки, которые подходят для лоу-джи, помечаются, что они для лоу-джи. Но, конечно, вы можете креативить и пробовать играть аранжировку, которая написана в стандартном строе. С вашим лоу-джи. Может быть даже будет звучать, но, однако, я не могу это гарантировать. Раз уж я упомянула вот этот бас, что это гитарная логика, также начинает появляться вот этот бубудеж-бундеж от басовых струн. То есть смотрите. Во-первых, она звучит дольше, она звучит объемнее, то есть очень много в ней призвуков. И вот это... Особенно, если у вас какая-то мелодия звучит... И вот этот... Может быть с непривычки, вы будете на это очень часто обращать внимание. Во всяком случае, знаете, у басовых струн такая проблема есть. Да, будьте готовы, если вы все-таки поставите эту лоджи в оплетке, то есть она выглядит металлически, то со временем она будет окисляться. И следы окисления можно будет заметить на стыке вот этой самой струны и металлических ладов. То есть там будет такое потемнение, почернение. Чтобы этого избежать, просто соблюдайте уход за инструментом и гигиену. Но я не про гигиену, я... Я про гигиену! Гигиена это прежде всего. Сначала гигиена, потом все остальное. И тогда все будет гуд. Дарья, объясни... Вот вроде бы я перечислила так много нюансов и недочетов такого строя. Однако, почему я все-таки рекомендую поставить эту струну? И в принципе, кому этот строй может зайти? Во-первых, это для тех людей, которые уже очень давно играют на укулельках. Они потеряли мотивацию, потеряли вот этот вот задор, который был, когда вы только-только купили инструмент. Когда учили самые первые аккорды и радовались своим успехом. И вот это чувство притупляется со временем, когда вы очень много играете одно и то же. Попробуйте поставить вот этот строй, слоу джи. И, возможно, у вас откроется новое дыхание, и вам захочется вновь испытывать эти чувства и просто кайфовать. Вы также, если вы в своей коллекции имеете не одну укулельку, а несколько, у меня их вообще около девяти. И вот забавный факт, понимаете? Вот у меня столько инструментов, и они у меня были все в одном строе. Вот как так, я не знаю. Я вот сейчас, пока записываю вам этот ролик, думаю, блин, что я так долго откладывала? Какой кайфушный, бубнежный звук! Если в вашем арсенале есть еще укулелька, одну поставьте в лоу джи, другую сохраните в хай джи. Будет вам счастье. То есть вам не придется каждый раз менять строй. Вы, если сегодня хотите поиграть с бубнежом, берете с лоу джи, хотите поиграть с полем таком традиционном, у нас традиционные ценности, берете с хай джи. И все, и уля-ля! Я надеюсь, что этот ролик оказался для вас информативно полезным. Ну а также пишите про свой опыт. Играли ли вы до этого в таком строе? Вообще слышали ли про него? Что такое существует? Ну и в конце я хочу поблагодарить всех людей, которые поддержат меня сейчас на бусте. Вот эти ребята. Спасибо им огромное за это. Взамен они получают клевые ништяки, весь раздачный материал и дополнительный материал, но также мое почтение. Но меня по-прежнему зовут Дарья. Увидимся в новых роликах. Я очень надеюсь, что этот ролик для вас ролик. Ролик на руке. 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 Ролик на руке.